Все, мы в эфире, да? Сегодня для нас такой первый опыт, мы постарались организовать онлайн-эфир. Я рада всех приветствовать, нужно как-то так вот раскрепоститься немножко, поскольку формат для нас, ну, как я уже сказала, новый. Я директор музея Жанна Олейникова, со мной сегодня главный хранитель нашего музея Татьяна Быкова. Татьяна Михайловна, хочу несколько слов рассказать о, в целом, о такой вообще важной роли в музее-специалисте, как главный хранитель. Прям чуть-чуть, позвольте мне, Татьяна Михайловна, так, чтобы тоже как-то на какую-то волну настроиться. Мало кто на самом деле, Татьяна Михайловна-то все в городе знают, но мало кто из таких людей, которые не часто бывают в музее, так вот заходят периодически на новые выставки, знают о том, что роль главного хранителя в каждом музее, она, наверное, самая важная, самая главная. И это человек, который равен по статусу в учреждении директору. И хочу сказать, что недаром, когда мы опубликовали в начале рекламу о том, что состоится такой прямой эфир, многие люди писали о том, что у нас самый классный хранитель, люди со стороны, о том, что действительно Серпуховскому музею очень повезло. Татьяна Михайловна это специалист большой буквы, человек, который обладает авторитетным мнением. И еще хочу сказать, что Татьяна Михайловна достойна звания заслуженной работник культуры Московской области в этом году. Прошу любить и жаловать. Мы сегодня постараемся рассказать какие-то интересные моменты из жизни музея, из работы музея. Стартуем мы, начинаем наш прямой эфир. Тоже место выбрано не случайно. Татьяна Михайловна это один из красивейших залов, все привыкли, белый зал, да, всегда как это звучит. Но я считаю, что этот зал в нашем особняке, он заслуживает отдельного внимания. Он тоже очень красивый. Обычно здесь представлены живописные работы таких известных художников, как Василий Дмитриевич Поленов, Виктор Михайлович Васнецов. Сегодня здесь особенная специальная экспозиция прекрасной женщины, предпринимателя, хозяйки особняка, в котором сегодня расположен музей. Это выставка, такой подарок жителям города Серпухова, который рассказывает о жизни, и жизни веры называется выставка, о Анне Васильевне Мараевой. Я хочу немножечко как-то совершить такой короткий экскурс. На экскурсию я надеюсь, что всем посчастливится попасть тогда, когда мы откроем свои двери для посетителей, поскольку не все представлено, что сегодня здесь есть уникальная возможность увидеть эти вещи. Но поскольку случилась вот такая страшная вещь, как пандемия, и мы закрыли свои двери, мы приняли решение, что выставка у нас будет работать до конца года. До конца года, отлично. Поэтому призываю всех обязательно тогда, когда двери откроются, прийти на экскурсию, узнать, потому что историю жизни, историю вообще личности, такой интересной исторической личности, она была выдающимся деятелем старообрядчества, собиратель, икон, не коллекционер. Татьяна Михайловна любит всегда это подчеркивать, что ее интерес был все-таки несколько иной. Конечно, благодаря той коллекции, которую она приобретает у известного московского коллекционера Мерлина, которая была на момент национализации, когда прошла революция, здесь были большие ценности, и во многом благодаря этому музей в Серпухове есть. А о вещах, которые представлены на выставке, которые непосредственно происходят из фондов нашего музея, Татьяна Михайловна, наверное, лучше здесь об этом расскажет. Мы попытались сделать небольшой обзор нашей выставки, которая получилась необыкновенно уютной, симпатичной, несмотря на то, что очень небольшая, мы решили сделать ее не очень большой, именно разместить в ее кабинете, личном кабинете, и это действительно очень оправдало себя, какая-то атмосфера особая создалась, очень такая уютная, теплая, личностная выставка получилась, где кажется, что личность Анна Васильевна просто присутствует. Мы всех ждем в тот момент, когда музей наконец откроется, потому что музей без посетителя не имеет смысла, да, музеи работают для своих посетителей, для любителей искусства, истории, для тех, кто к нам приходит. Поэтому всех ждем, всех рады будем видеть, надеемся, что это будет в скорейшем времени произойдет, да. И выставка, которая успела немного поработать до эпидемии, до закрытия нас всех на самоизоляцию, и она пользовалась очень большой популярностью, очень большим успехом, и хорошо, что продлится ее работа, поэтому все еще придете и успеете увидеть совершенно изумительные предметы, которые нам удалось собрать все вместе и представить на этой выставке, чтобы напомнить о жизни и деятельности Анны Васильевны Мараевой. Жизнь ее была скромной, она не подчеркивала себя, как-то не позиционировала как какого-то выдающегося человека, выдающегося коллекционера, она просто жила и работала в свою эпоху, в свое время, жила для своей семьи, для своей веры, и делала это, как говорится, жила по совести максимально, как могла добросовестно, служа своему делу, своей семье, и получился вот такой замечательный результат. Музей остался, дом прекрасный, в котором музей располагается, и так получилось, что музей остался, благодаря тому, что здесь была коллекция. Не так много вещей ее личных осталось в коллекции, в музее, но вот этот уголочек как раз интересен тем, что это ее личное кресло, ее личный секретер, сундук с их необычайно интересный, шкатулка. Это все вещи, которые остались в музее после национализации, и все годы, сколько существует музей, более 100 лет уже находились в фондах музея, и периодически они участвовали в той или иной выставке, особенно в последнее время, когда все-таки последние только десятилетия стали открыто и часто говорить об основательнице музея Бани Васильевной Мадаевой, уже в контексте ее созидательной и благородной деятельности коллекционера, а не о том, что это была какая-то там фабриканша-угнетательница, владелица заводов, капиталистка, а именно о том, что все-таки ее деятельность привела к благим результатам, таким как создание музея. Прекрасные, здесь интересные очень документы о ее доме, усадье, о ее производстве. Здесь прекрасные, интересные документы. За моей спиной вы видите фарфор совершенно интересных коллекций разных заводов, и западный, и русский фарфор, тот, который бытовал в ее доме. Более роскошные предметы были приобретены ею у Мерлина, так же, как и ее коллекции живописные. Более роскошные предметы бытовали просто в доме, как повседневные. Интересен, интересные также вот эти вот замечательные предметы быта. Особенно интересно и вот эта шкатулочка, она с надписью, которая сделана рукой самой Анны Васильевны Мараевой, что шкатулка принадлежит, сделана руками ее любимого внука Вавочки, так звали внука Ивана. И она пишет, шкатулка работает рук Вавочки. Это совершенно простое детское такое изделие, деревянная простая шкатулка с выжиганием, рисунком таким, но характеризует ее как очень доброго семейного человека, который по-настоящему были дорогие семейные ценности. Она воспитала не только детей, но и ее внуком в последующем. 8 детей, 10 внуков, которых она всех беззаветно любила, и которые ей платят, платили и платят такой же любовью и такой же благодарной памятью, потому что нам повезло, мы общаемся с многочисленными потомками Анны Васильевны Мараевой, которые, слава богу, живы, живут в Москве, в Туле, во Владимирской области, взаимодействуют с нами, с музеем очень активно, помогают нам, и очень много предметов передали на эту выставку. И помнят ее, и с большой благодарностью, с большим уважением, с большим почетом чувствуют вот эту необыкновенную связь с ней, родственную, которую, в принципе, нам как-то вот так очень здорово передают. И мы тоже чувствуем эту связь. И вот предметы в этой витрине как раз переданы потомками Анны Васильевны Мараевой. Это и Ольга Николаевна Авакова, и Елена Жамкова, да, замечательные ее правнучки, и Ольга Жигалова, это как раз ее правнучка. Вот такой замечательный муфта, муфта меховая. Она и на фотографии представлена, как это было, да? Это тут на пороге даже Мараевского. Да, замечательный муфта, Пилар Палантин нам тоже передан, просто он не уместился в эту витрину, как живная косынка. Интересный очень предмет, серебряная коробочка для нюхотерной соли, тоже передана, она в собственности находилась в потомках, но в этом году, к юбилею как раз Анны Васильевны, и в связи с вот этой выставкой, она будет передана в музей, за что им, в общем, большое спасибо. Это тоже будет музейный экспонат. Да, на самом деле мы же еще готовим подарочное такое издание, юбилейное, посвященное Анне Васильевне Мараевой. Это, в принципе, первый раз в истории музея. Вот сейчас в таком режиме, в котором мы работаем, кто-то в музее находится каждый день, поскольку, если сказать таким простым языком, то здание музея – это как такой человек уже возрастной, который требует своего ухода, нужно следить за определенным режимом температурно-влажностным. То же самое касается и тех произведений, которые представлены здесь, которые необходимо каждый день осматривать и отслеживать. Этим занимаются хранители. Соответственно, служба эксплуатации здания занимается тем, что следит за зданием. Это немножко о карантинных буднях нашего музея. Прямо в сторону отойду. Но я думаю, что людям тоже может это быть интересно. Несмотря на то, что двери наши закрыты для посетителей, мы работаем. А те, кто непосредственно не присутствуют в музее – это те люди, которые чаще всего работают с вами. Это экскурсоводы, методисты, научные сотрудники. Сегодня занимаются тем, что готовят продукты, новые разработки методические для детей, для взрослых, экскурсионные разработки. А научные сотрудники трудятся над тем, что готовят вот это вот издание серьезное. Причем у нас готовится параллельно еще и ряд выставок. Большая выставка, которая, я надеюсь, все-таки состоится. У нас в этом году в музее русской иконы от коллег есть какая-то информация? Да, обязательно. Отмены не было. Это первая, посвященная юбилею 400-летию со дня рождения Борта Попова-Вакуума. Наш музей активно готовится, мне кажется, больше года к этому тоже выставочному проекту. Сразу после выставки, которая состоялась в прошлом году, у нас давно уже такие хорошие теплые отношения с музеем, в том числе и по части организации выставочных проектов. И вот сегодня наши научные сотрудники трудятся над тем, что пишут и готовят и издание, и реставраторы готовят иконы. Кстати, вот тоже здесь есть вопрос. Мы же сегодня отвечаем также на вопросы, которые вы нам присылали в наших соцсетях. Есть вопрос, расскажите, просьба, расскажите про работу реставрационной мастерской музея, пожалуйста. Обязательно это сделаем. Готовим сейчас, вы понимаете, да, что мы в постоянном режиме. Есть люди, которые тоже ежедневно работают. Это те, кто для вас публикуют в соцсетях. Это вот Екатерина, которая сейчас помогает нам снимать эфир. И Павел, который сейчас тоже параллельно снимает, чтобы эта съемка попала в архив. Вот эти люди, мне кажется, круглосуточно 24 часа тоже трудятся, для того, чтобы вы не забывали о музее. Я думаю, что у многих он в сердцах и в душе очень глубоко. Кто-то открывает для себя сейчас в режим самоизоляции наш музей. Это тоже, знаете, приятно. Я надеюсь, что ваш интерес, он сохранится, и вы откроете, сделаете это открытие непосредственно в тот день, когда двери музея откроются. Мы, правда, этого очень ждем, очень все скучаем. Правильно Татьяна Михайловна сказала, что действительно музей. Без посетителей, понятное дело, что есть работы по сохранению, по изучению коллекции. Но еще одна важная функция музея – просветительская популяризация коллекции. Это тоже важно, и без вас мы ее никак не сможем реализовать. Поэтому ролики по реставрационной мастерской, о согласовании о роли главного хранителя, тоже скажу, у нас это очень важно. Все моменты, которые касаются, допустим, съемок, они всегда согласовываются в плане света, в плане вибраций, звука, и все мероприятия вообще всегда с главным хранителем. Поэтому здесь каждый день ежедневная работа, иногда еженочная, ночью, когда происходят сработки, в музее такое тоже бывает. Не знаю, связано ли это с одним из самых частых вопросов о наших музейных приведениях. Мы, конечно, к этому относимся так несколько скептически, с юмором иной раз. Но когда случаются сработки, всегда главный хранитель, здесь происходит осмотр экспозиции. То есть это такая вот очень живая работа и мысли о музее 24 часа. Так, значит, мы продолжим, да, обход так как-то или походу еще по поводу вещей? Потому что здесь представлены еще вещи из Покровской церкви, да, из господина Статьяна Михайловна, продолжите. У нас очень насыщенная. Если этот небольшой уголочек говорит о деловой деятельности, деловой стороне ее жизни, о производстве, то здесь как раз вот в этой стороне, в этом уголочке предметы, которые говорят о ее религиозной деятельности, потому что Мараева очень крупная религиозная деятельность, старое обрячество, очень был важный такой крупный член Федосеевской, Веспокровской общины, которая финансировала эту общину во многом, поддерживала, построила на свои деньги и на своей земле, которая ей принадлежала храм, когда это стало разрешено в России, для своей общины. А до этого в своем, вот в этом доме, она устроила моленную комнату специально для общины, потому что они были запрещены, им было запрещено иметь церкви, моленные дома, и только богатые старобрядцы в своих частных домах устраивали для общины вот такие места для моления, моленные комнаты. И Анна Васильевна это сделала, очень много занималась благотворительностью, жертвовала, собирала иконы, которые потом разместила в Покровской церкви. В общем, очень-очень большой такой крупный деятель, который до сих пор чтут, помнят и уважают в старобрядческой филосеевской общине в Москве на Преображенском кладбище. Она вот у них тоже такой деятель очень чтимая, который свято бережется память. И здесь вот как раз иконы, необыкновенный вот такой лист молитва 18 века, Аня Параловича, совершенно замечательная, потрясающие книги Евангелия, личный ее упомянник, что очень интересно, четкие лестовки, вот такие предметы старобрядческого церковного обихода, очень уникальные, интересные, высокохудожественные, которые тоже происходят из ее коллекции. Чрезвычайно интересен старобрядческий молитвный костюм, который происходит из как раз Покровской старобрядческой церкви. Это сарафаны, баха и платок. Так одевались старобрядки женщины на молитву тогда, в 19 веке, приблизительно так они одеваются на праздничные службы и сейчас. Традиции свято чтутся. Вот такой вот просто интересный, уникальный совершенно уголочек. Здесь и работа реставраторов видна, и сарафан был реставрирован, и платок из коллекции Анны Васильевны Мараевой, и вот эта блузочка, это все дело рук восстановления нашего реставратора по тканям. Вот есть такое понятие на телевидении, там остается кто-то за кадром. Вот зачастую те люди, которые хранят коллекции, которые занимаются восстановлением реставратора, они тоже у нас остаются за кадром. Хотя та работа, которую они делают, это, во-первых, не только для того, чтобы привести вещь в чувство, для того, чтобы показать ее на выставке, но мы же все понимаем, что это делается для того, чтобы сохранить произведение, для того, чтобы последующие поколения тоже смогли увидеть на следующих выставках. А мне бы хотелось ответить на еще один вопрос. Я здесь использую шпаргалку с вопросами. Скажите, а службы бывают в Старообрядческой церкви? Службы у нас в Старообрядческой церкви бывают два раза в год. Община приезжает, но вот просто насколько этот интерес, какого рода, то есть посетить эту службу не представляется возможным, поскольку у нас Старообрядческий храм Федосеевского согласия без поповцы. Татьяна Михайловна, вы мне помогите здесь, вы глубже знаете. Да, мы засеялись помочь без поповского толка, у них нет священника. У нас с ними, с этой Покровской, с Преображенской, извиняюсь, общиной заключено соглашение о взаимодействии. И по разрешению музея, по нашему согласованию с ними, дважды в год они служат своей службой, приезжают. И служба очень интересная, любопытная. Попасть просто так, для любопытства туда нельзя. Но если вы сами старообрядец, и, может быть, корни какие-то старообрядческие, серпуховичные, обязательно, может быть, откуда-то из другого, если ваш интерес, именно интерес веры, религиозный, то к ним можно подойти, поговорить. Никаких документов они не потребуют, они просто с вами поговорят, поймут, истинный ли ваш интерес, или просто поразное любопытство. Если интерес истинный, может быть, даже и пустят на службу. То есть они, в общем-то, в последнее время более открыты для общения, чем это было раньше. Но лишь бы это не был праздный интерес. Ну вот, да, конечно. Поэтому я здесь и оговорилась, потому что службы, в качестве информации, да, они проходят. То есть наш объект работает не только как музей, но и как православный объект, как церковь. Но вот есть такие вот нюансы. Так, дальше у нас... Мы бежимся дальше, да, наверное, как-то по... Да, да, да. Ну вот, как раз говоря, еще о реставраторах. Можно показать этот замечательный диван из дома Анны Васильевны Мораевой, который до реставрации представлял собой просто руину. Вот. Он... Это просто бытовая вещь. Интересно тем, что она принадлежала и была вот в доме Анны Васильевны Мораевой. Диван конца 19 века. Обычный совершенно для того времени, но такой симпатичный, красивый. Он был совершенно разрушен. И нашими реставраторами специально для этой выставки, специально к юбилею Анны Васильевны восстановлены и в лучшем виде вот сейчас украшают экспозицию. Это вот одна из таких последних вещей, которые были реставрированы как раз из Мораевской коллекции. А так все потихонечку реставрируется. И иконы, и книги, и ткани. Вот у нас хорошая очень реставрационная мастерская. Вот и живопись. Совершенно замечательный вот тут шкафчик. Тоже подарен. Ну, где-то уже несколько лет назад тоже потомками, московскими потомками Анны Васильевны Мораевны. Очень художественный, с рисунком, выполненным, скорее всего, по... Врамцевской. Да, врамцевской мастерской, по рисункам Поленовой Елены Дмитриевны. Вот очень такой замечательный тоже. В стиле модерн. Тоже из Мораевского дома. Очень мы с ними хорошо взаимодействуем, плодотворно. И они нам периодически вот передают какие-то еще раритеты, мемории, которые остались у них еще, как говорится, в семьях хранятся. Потому что как-то очень хорошо взаимодействуют. Они испытывают в музее большую благодарность за сохранение дома, музея. И сами являются такими очень благодарными людьми. Да, на самом деле, слава благодарности. Если нас кто-то смотрит с потомков, мы действительно очень благодарны вам за то, что вы крепко эту ниточку держите. Регулярно к нам приезжают каждый год. В этом году поддержали и практически полным составом приезжали на открытие выставки. Всегда вам рады. И если я начала говорить о книге, в книге отдельной такой главой будут даны воспоминания потомков. Это очень легко, очень интересно читается. Я тоже с кем общалась на предмет книги, на предмет тех текстов, которые есть. Всегда отмечаю то, что чувствуются вот эти корни. Потому что поскольку система крепкого образования, несмотря на то, что где-то это было даже домашнее образование, но оно чувствуется. Такой красивый русский язык у потомков, у правнучек. И такие теплые воспоминания о бабушках, о прабабушке. Это просто до слез, знаете. И очень с таким трепетом читаешь и погружаешься в историю этой жизни, в историю этой семьи. И понимаешь, что она будет продолжаться именно как история, она не закончилась тогда, когда произошла революция. А в потомках это все настолько крепко сегодня есть, что это непременно будет продолжаться и дальше в последующих поколениях. Так, а я думаю, что мы тогда теперь пойдем по вопросам, которые нам задавали наши подписчики. Есть такой вот интересный вопрос, предложение. Кстати, знаете, очень приятно, что вы не просто задавали вопросы, а вы еще что-то предлагали такое. Предлагают опубликовать альбом, созданный ветеранами партизанского отряда «Смерть фашизму». Увидели недавно по ОТВ, я сокращаю вопрос, такое большое предложение. На ОТВ документальный художественный фильм «Отряд» об этом отряде. И есть материалы различные, и нам предлагают запросить эти материалы и представить их, сделать какую-то экспозицию тематическую. На самом деле работа нашими научными сотрудниками, она ведется также сейчас даже 24 часа в сутки. Они ведут какую-то отдельную тему, которую они выбирают на год, и параллельно еще темы тоже, те, которые... К нам много запросов поступают, потому что Татьяна Михайловна их непосредственно видит, потому что они часто касаются фондов, музея. Мы всегда идем навстречу, если идут запросы относительно каких-то писем. Очень часто сейчас в юбилейный год. Но мне бы здесь хотелось сказать, вы в фильме видели наверняка нашего научного сотрудника Марьяна Павловна Пантелеева, которая рассказывала о вещах, которые принадлежали как раз-таки партизанскому серпуховскому отряду. И эти вещи будут представлены на выставке, которую также мы очень долго готовили. «Война. Память. Сердце». Выставочный проект называется. Готовили мы его, естественно, к 9 мая. И очень надеемся, что вы успеете эту выставку увидеть, поскольку, почему говорю, очень надеюсь, мы, конечно, сделаем от себя все возможное, потому что мы, к сожалению, не знаем, когда мы откроемся. Эти сроки, они постоянно как-то плавают, сдвигаются. Говорили, просто вопрос тоже есть, когда же вы уже откроетесь. Это, к сожалению, не от нас зависит. Точнее, это... Выставка мы готовим. Выставка, да, мы готовим. Она будет либо виртуальной, виртуальном формате записи мы обязательно сделаем. Также, кстати, как принято решение, поскольку после того, как выставка Анна Мараева «Жизнь и вера» будет разобрана, мы восстановим свою выставку, которая рассказывает, повествует о русском искусстве. вот сюда вернутся те произведения, к которым вы все привыкли. Но... Экспозиция. Да, да, но... Вот эта выставка, она тоже должна сохраниться, и мы готовим сейчас виртуальный такой вот проект. То есть все, как это красиво сейчас делают, могут делать, да. Мы также решили обратиться к специалистам и сделать такую виртуальную выставку, где будут отдельные сноски на отдельные, самые интересные вещи для того, чтобы она сохранилась. Катя подсказывает у нас, что... 3D-тур. Да, да, это будет 3D-тур такой по выставке. Соответственно, тема войны, я думаю, что мы тоже ее постараемся вот так увековечить, и на нашем сайте будет такой отдельный раздел. Так, дальше... Партизан тоже будет. Там про партизан будет отдельный блог, и мы постараемся здесь как раз-таки дать какой-то контент более глубокий, да. Понятное дело, что кому-то интересно просто посмотреть вещи, просто прочитать, в каком году, чьи они, а кому-то интересно узнать уже такую более глубокую информацию, и сможем это сделать с помощью как раз-таки вот этих всех технологий новых. Так, дальше. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, планируете вы завести музейного кота? Это вот, да, такое... Планируем завести музейного кота Жен Сергеевна? Как вы? Мы, на самом деле, все очень любим животных. У нас у каждого музейного сотрудника непременно они есть, но... Анна Васильевна очень любила животных. Мы знаем о том, что у нее жили и коты, и лошади, и собаки, и собака. Кстати, есть на фотографиях, ее звали... Собаку звали дядька. Дядька есть. Она у нас на... Да, там, где у нас хронология жизни. Да, такой вот пес был большой, староживой. Вот. И я думаю, что мы обязательно заведем музейного кота, но в таком художественном формате. Продолжим эту историю. Мы думали уже о том, что было бы неплохо, наверное, во дворе музей для больших любителей. Потому что, на самом деле, кот, он хорошей службой сослужил музею в свое время. Это было... Он привлек внимание к музею очень хорошо, да. Хотя бы через вот эту тему животные. Животные музеи. Поэтому кота Марая в бронзе, я думаю, что мы сможем себе позволить в ближайшие годы во дворе для всех почитателей в память о том коте, который... И тех вообще животных в целом, которые жили у Анны Васильевны. Давно уже относительно того, чтобы увековечить память об Анне Васильевне, вы знаете, что готовились проекты различные памятника. Этот год не стал исключением. Мы тоже сейчас работаем со скульпторами, работаем с администрацией города. И надеемся, что это случится в юбилейный год. Но загадывать не будем. Просто держим кто крестики, кто кулачки за то, чтобы это случилось. Я считаю, что это действительно очень достойная личность. Много сделала для города. Интересно рассказывать. И важно, чтобы дети, школьники очень радостно, когда они говорят там в музее, а это дом Мараевой. Это случается и радостно. Соответственно, они знают, я надеюсь, что они знают эту фамилию. И я думаю, что они должны как-то вот это поспособствовать тому, чтобы Анна Васильевна сохраняла память о ней долгие-долгие-долгие годы. Мы-то, конечно, все сделаем от себя возможное, но я думаю, что и в этом вопросе тоже сможем поспособствовать. Вот. Так, дальше у нас вопрос. Хотелось бы увидеть короткие видео на 2-5 минут по каждой картине основной экспозиции. Вы все знаете, что сегодня мы активно работаем в онлайн-формате. Также у нас у музея есть YouTube-канал. И мы приглашаем... Вот Андрей Кузин опубликовал такой вопрос, такой запрос. Там есть даже больше. Там есть и по 5 минут, и до 10 минут, и отдельные экскурсы в отдельные темы. Поэтому подписывайтесь к нашему каналу и следите за нашими выпусками. Хороший формат. Мы будем, я думаю, постоянно развивать, добавлять. Да, кстати, многие спрашивают с того момента, как дверь музея откроется, останется ли такая активная работа. Я думаю, что уже назад пути нет. Дорогие мои Катя и Паша, готовьтесь к тому, что вам придется тоже снимать много и, конечно, всем научным сотрудникам готовить тоже материалы. И как-то мы будем показывать какую-то такую музейную жизнь. Я думала, что в принципе можно было бы как-то подготовиться, показать, как готовится выставочный проект, какую-то такую историю. Поскольку сейчас у нас очень серьезный проект на осень готовится «Мир сотворенный заново». Это я лично предмет моей личной гордости как руководителя, поскольку он целиком и полностью готовится нашими сотрудниками в плане научной концепции от идеи, от «А» до «Я», как говорится. Но он будет большой, межмузейный. Нам помогают, участвуют в нем другие музейные собрания, крупные музеи. Государственные Тетяковские были русские музеи, музеи Нижнего Новгорода. Нижнего Новгорода. У нас Ярославль, Калуга, Тула. Да. И что у нас там еще? Надеемся, на Екатеринбург, Саратов. И Саратов, да, может подключиться. Вот, поэтому ряд музеев, в том числе крупные федеральные, русский музей в Петербурге, Третьяковская галерея. Абрамцев. Абрамцев, кстати. И музей кино. И музей кино. И потрясающие вещи нам самое главное всегда дает. Просто это будет, как он вытянутый, это будет бомба. Мы так считаем. Это действительно будет так. Очень философская тема. Приходится очень кстати на то время, в котором мы с вами живем. Мир сотворенный заново. Будем пытаться тоже творить вместе с художниками. Правда, начало 20 века, да? Но посмотрим. Я думаю, что те темы, которые их беспокоили, они потому и классика уже сегодня, что это то, что будоражит наши души, сердца, мысли. И мы сами, по сути, в наших руках мы тоже творцы. И поэтому... Ну, в общем, очень интересный проект, очень такой глубокий и красивый, эстетически очень, да. Мы селены хорошие, да. И есть что показать, есть на что посмотреть. Спасибо, конечно, коллегам, действительно, которые откликнулись, и многие музеи дали просто великолепные, отменные вещи. Всем очень благодарны. Если все состоится, то будет все очень здорово. Да. Надеемся. Да. Мы даже и верим в это, действительно надеемся, и делаем для этого все возможное сейчас. Вот. Так. Следующий вопрос. Будут ли розыгрыши билетов на посещение? Мы периодически проводим такие розыгрыши. Кстати, начали разыгрывать билеты на выставку «Мир сотворенный заново». Не будем очень чистить, потому что такой проект очень серьезный. Многие видели уже, публикации были сделаны. То есть, действительно, там и подготовка серьезная, и уровень ответственности серьезный. Ну, в общем-то, мы действительно готовимся в хорошем плане удивить всех. И если, Анне Васильевне, мы открывали наш выставочный год, это действительно для нас архиважно, чтобы эта тема, она прозвучала, то следующая тема, неспроста, кстати, мы говорим «Мир сотворенный заново» и строим концепцию нашей выставки по дням творения, как это в Евангелии об этом сказано, отчасти. То есть, мы несколько продолжаем такую глубокую суть, искусство ее подхватывает, и мы постараемся поразмышлять на этот счет в выставочном пространстве. Так, билеты сегодня также будут разыграны для вас, так же, как и путеводители по музею. Мы выберем с Татьяной Михайловной лучшие вопросы. Так, расскажите, пожалуйста, о музейных привидениях. Такой тоже вопрос. Да, вопрос-шутка. Вы встречали привидения когда-нибудь, Татьяна Михайловна? На самом деле, я признаюсь вам, что это мой любимый вопрос, потому что вот сколько лет я работаю в музее, я постоянно слышу этот вопрос, постоянно какие-то легенды ходят, кто-то даже видел, кому-то посчастливилось видеть эти привидения. И, в общем, устойчиво очень бытует в городе, может быть, даже теперь же и в каких-то других местах. И за пределами гости из других городов всегда интересуются. Это не может быть просто так, это совершенно не напрасно. И, в общем-то, наши дорогие посетители, да, или кто спрашивающий, просто вынуждают меня признаться в том, что действительно есть у нас привидения, Жанна Сергеевна, да. Ну, что же мне не рассказали об этом? Ну, вот понимаете, в чем дело? Есть небольшой нюанс, оно тут у нас так долго живет, что немножко произносилось, и мы его, Жанна Сергеевна, в реставрацию. Правильно. Вот, и сейчас оно у нас находится на длительной реставрации, потому что сложная очень материя, сложные материалы, там не только старинное платье, допустим, наши тканщики справятся с платьем, а с кандалами справятся специалисты по металлу, но само привидение, понимаете, оно непонятно еще сделано, и мы, конечно, взаимодействуем с коллегами из Госниера, из мастерских имени Горбаря, и оно, думаю, что нам подскажут или какие-нибудь, может быть, новые материалы пришлют, и нам удастся его подлатать, и мы снова его запустим, и оно будет радовать наших посетителей. И далее, вот. Я думаю, что исчерпывающий просто ответ, вы теперь все будете, если вдруг кто-то еще не видел привидение, вы знаете все теперь, что оно на реставрации, но скоро будет. Постараемся. Новенькое. Так, дальше. Про открытие. Я тоже очень этого жду дня с нетерпением, да, мы уже говорили о том, что сейчас пока что настраиваемся на июль месяц, но хочу сказать о том, что вы знаете, что незадолго до того, как случился режим самоизоляции и напала на весь мир вот эта вот болезнь, на улице Советской был открыт проект такой копийный, да, там представлены копии шедевров Серпуховского историко-фудожественного музея, и, вероятно, первым шагом навстречу к вам и такой небольшой выход вот из этой вот ситуации, это будет, как только будут данные послабления, будет снят режим самоизоляции, мы сможем проводить экскурсии на улице. Это в первую очередь, мы уже, в принципе, когда продумывали, как мы начнем работать, как это будет происходить. Все вы знаете, что даже тогда, когда музей откроется, экскурсионные группы еще не смогут нас посещать. Это будет посещение в таком ограниченном формате, не более пяти человек в зале, а вы знаете, что некоторые залы у нас настолько небольшие, что для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию, мы вынуждены будем тоже пойти на это и надеюсь, что вы к этому времени тоже будете относиться с пониманием и не будет никаких таких переживаний относительно того, что даже если будет на улице вдруг какой-то такой режим, затрудненный в очереди вход в музей. Поэтому я надеюсь, что уже вы нас поймете, поддержите нам тоже это все непросто, но мы все вместе должны это пережить, как-то это время, чтобы вернуться к нормальной жизни. Вот, соответственно, работа, надеемся, на июль, но уже в июне совершим такие короткие экскурсы в масках, с соблюдением дистанции, на свежем воздухе, расскажем про произведения. И еще тоже был очень интересный, хороший, я считаю, вопрос. Он нас подтолкнул к тому, что действительно это тоже можно сделать. Расскажите об исторических зданиях города, также об утраченных. Храм Жон Мироносец, я, кстати, всегда приезжаю мимо него, когда еду на работу. Храм, да, то место, где раньше был храм. Храм Александра Невского, это тоже по пути к нам в музей, через площадь кто движется. Я считаю, что действительно это интересно, есть смысл это сделать. Мы непременно тоже подготовим такие ролики с научными сотрудниками. Так, дальше. Так, сейчас я тоже смотрю, потерялась уже. Вопросы нумеровали, чтобы как-то более складно и оперативно на все ответить. Но видите, как бы здесь встроенный вот этот вот рассказ, он несколько... Да, да. Добрый день, подскажите, пожалуйста, не планируется ли какая-нибудь экспозиция, посвященная текстильной промышленности, которой славился нашим городом. Обязательно, обязательно. Это действительно наш конек, наша тема. Город наш был текстильный. К большому нашему сожалению, да, все это ушло в прошлое. Но что-то осталось, осталась память, остались экспонаты, остались какие-то памятники в нашем музее. И я думаю, что еще в музейном выставочном центре что-то осталось интересного. Я думаю, что мы объединим усилия и обязательно сделаем такую интересную экспозицию, где вот слава нашего города, текстильная слава, будет отражена. И, как говорится, очень ярко показано. Действительно, Серпухов город текстильный и прославлен был на весь мир. Я думаю, что что-то такое интересное будет. Да, это тоже вот спасибо за такое напоминание. Мы сами об этом помним и рады, что это кому-то еще интересно. Есть и радостный повод. Наконец-то мы начинаем реставрацию в этом году. Именно сейчас буквально, как только будут даны послабления, с сегодняшнего дня они уже, в общем-то, есть на строительные, ремонтные работы. У нас начнутся реставрационные работы одного из наших объектов, который долго этого ждал. Это каретный сарай. Он входит в усадебный комплекс особняка Анны Васильевны Мараевой. И рядом с особняком находится, входит в усадебный комплекс. То есть это усадьба. Соответственно, начнем. И там предполагается разместить большую выставку, которая будет рассказывать об истории города. И непременно таким важным, ярким разделом должен будет стать раздел, посвященный текстильной промышленности. Так что все эти мысли у нас есть. Реставрация будет долгой, я тоже могу сразу сказать. На три года рассчитано, поэтому только через три года мы сможем ввести это здание в эксплуатацию, но посмотрим, может быть, за это время тоже получится какой-то тематический отдельный блок как-то представить, подумая на этот счет. И так, у нас вопросы. Вопросы у нас там были, которые идут у нас в параллели? Пока вопросов нет, но нас все поздравляют с праздником, который у нас с вами сегодня. Спасибо. Говорят о том, что очень благодарны, что мы сегодня включились в диалог и общаемся. Спасибо большое. Мы рады. Пока вопросов нет. Друзья, мы ждем вопросы. Если что-то интересно, если вы ждете ответов, задавайте вопросы, мы на них вот в течение эфира готовы вам ответить. Наши спикеры с удовольствием это сделают. Да, мы сегодня очень-очень волнуемся, правда, я приношу извинения, если вдруг что-то как-то сбивчиво получается. Жанна Сергеевна, у нас сразу появился вопрос такой небольшой. Какие именитые люди посещали ваш музей? Ой, ну на самом деле за всю историю музея такие люди действительно были. Это вот мы недавно вспоминали Ночи музеев. Одна из ночей Наталья Бондарчук была здесь. Был, так у нас, из-за актеров за последнее время только из-за, вы знаете, что и Ахлобыстин приезжал. Татьяна Михайловна, вы, наверное, лучше тоже так скажете. Из-за актеров был Иван Гахлеонтьев и оставил хороший отзыв в книге отзывов. Давно-давно, это было еще в какие-то старинные годы, Сергей Тимофеевич Коненков был здесь. Да, и он, кстати, он же большая коллекция в музее хранится, Коненкова. Вот, так вот, если начинать вспоминать, наверное, еще какие-нибудь именитые, может быть, инкугниты. Ну, кстати, вы знаете, да, зачастую мы узнаем о том, что кто-то так или иначе... Конкунова. Помню, как она ходила по нашей выставке. Очень приятная женщина. Да, да, да. Это же помнятый свод. Надо вспоминать, начнешь вспоминать и вспомним много-много. Мы, может быть, даже повспоминаем и сделаем такую отдельную подборку, а кто был, а я здесь был как-нибудь. Так. И, возможно, вы ее продолжите своими фотографиями, что вы здесь были. Тоже хочется очень, знаете, очень хочется обратной связи от вас, поэтому вот этот эфир, он сегодня состоялся для того, чтобы как-то какую-то связь услышать, что вам действительно интересно, чтобы как-то выстроить свою дальнейшую работу, потому что мы, конечно же, работаем для вас. Так, а сейчас у нас там, на самом деле, есть еще небольшой сюрприз, который исходит из одного из ваших вопросов. Очень часто тоже просят покажите, как организованы фонды. Очень интересно пишут нам. У нас сегодня, да, мы подготовили с хранителем фондов. Я просто смотрю на кальчик, чтобы она мне была... Да, да, да. Мы сейчас подключаемся параллельно, можем пока поговорить, пока мы, соответственно, установим. Мы попробуем тоже фонды, фонды там у нас Вера Санна Паншева. Кстати, вопрос, наверное, номер три после приведения кота и самые дорогие экспонаты. Мы не будем говорить о суммах, но я думаю, что озвучить, наверное, самые дорогие вещи в музейном мире, те, которые... Ну, безусловно, все, что представлено в стенах Серпуховского историко-художественного музея, все это бесценные вещи, поэтому, я говорю, ценные мы не назовем. И, конечно, когда предмет покидает стены, всегда он сопровождается страховым полисом, каждый его выезд, то есть всегда есть оценка, да, соответственно, если вдруг, не дай бог, наступит страховой случай, то есть, как бы, ну, это страшно, но мы все это понимаем, поэтому каждый предмет имеет цену, да, а если сказать об экспонатах, то такие вот самые-самые... На данный момент русский авангард, да, и он у нас есть. И вот эти вещи, которые... Это Наталья Гончарова, ее живопись, как раз сейчас она путешествует по миру, вот, триумфально, можно сказать, да. Ну, она завершила, как раз, получается, свое турне, но те вещи, которые, кстати, будут представлены у нас на выставке, это и есть, наверное, если говорить о русском искусстве, это и есть, наверное, самые дорогие вещи. Ну, на мировом рынке это самая сейчас дорогая живопись, это русский авангард и Гончарова, в частности, это самое здоровое. Мы готовы, да? Да, мы готовы, мы подключились. Добрый день, дорогие друзья, наше включение сейчас происходит из помещения фонда хранилища. О том, как хранятся наши предметы музейные, расскажу я вам. Вам я, зовут меня Вера Александровна Паншева, хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства. Наши музейные экспонаты хранятся в отдельном комплексе, в отдельном комплексе, который называется фонда хранилища музея, каждая коллекция имеет свое помещение. Так у нас отдельно в помещении коллекция живописи, коллекция скульптуры, коллекция мебели. Все это хранится в разных местах. Мы с вами сейчас находимся в помещении, в котором хранятся предметы декоративно-прикладного искусства. Здесь можно увидеть памятники из дерева, из металла, стекла, кости, ну и, конечно, фарфора. Вот как раз коллекции фарфора у нас хранятся в отдельных шкафах. Ну и коллекция фарфора у нас начинается с коллекции вас, вас, тарелок, чашечек из собрания японского и китайского фарфора. Так, а дальше да, сейчас не будем сразу закрывать. каждый предмет хранится на своем месте, на конкретном шкафу, каждый шкаф имеет свое обозначение, как правило, цифра, и на строго отведенной полке, согласно вот такой топографической описи, так что если предмет отправляется на выставку или на экспозицию, после выставки или экспонирования в залах музея, он возвращается опять на свое место. Это для того, чтобы было предметов много, несколько тысяч, невозможно запомнить, где какой предмет, на каком конкретном месте хранится, и его легко можно всегда найти, взяв топопись, которая лежит в отдельной папке, а здесь уже на каждой полке дублируется. Заодно можно, не берясь за предмет, определить, какая конкретно ваза или чашечка, блюдце, где находится, чтобы лишний раз в руки такие хрупкие произведения искусств в руки не брать. И дальше у нас начинаются уже памятники русского фарфора, в частности здесь представлены начало 19 века и середина, и начинается хранение еще и стекла, можно увидеть памятники, произведения стекольного искусства, это такие большие роскошные кубки, выполненные на императорском стекольном заводе 18 веке, и продукция западноевропейских стекольных заводов, ну, вот здесь можно увидеть кубки, графины, интересный предмет-подсвечник, совмещающий в себе и позолоченную бронзу и стеклу, и вот такой интересный предмет, как флакон, наверное, для духов, скорее всего, из белого молочного стекла. Ну, это вот так вот кратко, как организовано хранение. Ну, естественно, что в каждом фондахранилище хранитель поддерживает необходимую температуру, влажностный режим, для этого у нас есть специальные приборы учета, которые показывают нам температуру и влажность. Если надо, включаются увлажнители или осушители воздуха, регулируется и система центрального отопления. В залах музея у нас обычно представлено на всех наших экспозициях и выставках максимум до 6% от всех хранимых в Серпуховском музее экспонатов. Уже наше включение на каналах и страницах в соцсетях в интернете вам рассказали о многих памятниках, экспозициях, выставках. Мы еще планируем подготовить серию эфиров из помещений фонда хранилищ в встрече с хранителями, чтобы показать интересные предметы, которые никогда либо очень редко покидают помещения, где они обычно хранятся и расскажем, постараемся рассказать вам о наиболее интересных таких предметах. И мы готовы будем так, Татьяна Михайловна, вы пока смотрите, выбирайте своего фаворита, я выберу своего, потому что у нас несколько подарков. Это, во-первых, это сертификат на посещение межмузейного выставочного проекта «Мир сотворенный заново», который мы планируем открыть осенью 2020 года и очень верим в то, что мы действительно это сделаем, что все получится, отмены никаких не будет и все как планируем, все случится. Сертификат на посещение в декабре, то есть перед Новым годом такой вот хороший подарок сделать себе, кто-то себе и еще на две персоны сертификат. Путеводитель по залам-музеям готовы сегодня одарить. Так что вы можете сейчас написать какой-нибудь вопрос очень интересный, который позволит вам получить. И вот такое вот издание, которое посвящено творчеству художников второй половины 19 века, художников-академистов, такой круг, который во главе с Генрихом Иппольевичем Семирадским, его картины также представлены в залах нашего музея в постоянной экспозиции. Вот такой вот альбом подготовлен совместно с Третьяковской галереей, куда входят также и произведения из нашего музея, также музейные коллекции художников второй половины 19 века из других музеев. Вот, такой вот альбом. Так, Татьяна Михайловна, ваш? Я вот за такой вопрос об исторических зданиях и исторических личностях города, потому что я тоже всегда за возрождение исторической памяти. Это очень актуально, это нужно нам, может быть, мы бы давно это сделали, если бы нам позволяли площади, но очень приятно, что людям это интересно, что они этого ждут, и мы, я думаю, как говорится, ответим. Так, там у нас Алекс Фри Логин, вот, мы найдем, всех мы опубликуем. Мы свяжемся, да, и напишем кому директ, кому в личные сообщения о том, что вы получили подарок от Северковского музея. Так, мы сегодня, да, у нас праздник сегодня, но мы готовы дарить подарки, потому что мы вас очень-очень-очень-очень-очень любим, очень ждем. У нас новый вопрос, люди надеются получить от нас подарок. Как попасть к вам на работу? Ну, на самом деле, конечно, вакансии не так часто у нас появляются, но они тоже есть на сегодняшний день в отдел кадров. Приходите, пишите заявление, проходите собеседование. В общем-то, и мы готовы рассмотреть, если действительно вы наш человек, потому что, конечно, сейчас абсолютная командная работа, такая слаженная, каждый такой вот важный механизм в общей системе, поэтому будем рады, если все сойдется, и вы тоже для себя музей откроете, как свой второй дом. Потому что действительно сегодня нужно быть готовым к тому, что просто у некоторых какие-то такие ложные мнения относительно того, что в музее там все какие-то такие вот сонные, спит. Нет, совершенно это не так. Поверьте, вы видите, насколько активно мы работаем, сколько выставочных проектов и какого масштаба мы выдаем. Все это... Ну, действительно, это так. Поэтому, поэтому, милости просим, конечно, наших людей, людей с профессиональным образованием мы рады видеть нас. Я даже считаю, что мы, наверное, даже вот человек, который очень хочет... Знаете, мне очень обидно, иногда приходят люди, которые хотят прийти к нам на работу, приходят, но они в музее ни разу не были. Вот если вы такой человек, давайте мы вам подарим сертификат на выставку. Вы придете, посмотрите, а потом подумаете. Действительно, это большая ответственность работы в музее, это должно сойтись, и действительно, надо очень-очень-очень любить. А я выберу, пожалуй, вопрос про текстильную промышленность. Мне эта история города очень дорога. Я с большим интересом годы, когда работала в музее на выставочном центре, у них большая коллекция, которая позволяет раскрыть эту тему, она довольно интересная, и там проходит прекрасный фестиваль, который также, как сказать, подхватывает и последние ниточки, которые остались для того, чтобы эту историю сохранить. И мы действительно думаем о том, как бы это интересно, красиво представить современным. Потому что мы понимаем, вы видите, что даже те выставочные пространства, которые сегодня создаются, они отличаются от того, что было раньше, потому что мы понимаем, что язык, даже этот выставочный, экспозиционный, должен тоже несколько меняться. Прислушиваемся к вам, прислушиваемся к нашим посетителям, и поэтому вот думаем, как, даже казалось бы, обязательно с присутствием музейного предмета, но с включением каких-то мультимедийных, может быть, моментов выставку, рассказать об этом интересно, чтобы захотелось прийти в том же там интернете, найти какую-то дополнительную информацию. Это всегда очень классно, когда вас цепляют какие-то отдельные темы, когда вы задаете еще какие-то вопросы, и очень приятно, когда мы видим люди на одну выставку, это вот у нас сейчас случается. В хорошем смысле я верю в то, что мы действительно так смогли вас воспитать. Вы приходите не один раз. Спасибо вам большое за то, что вы с нами, за то, что вы нас стимулируете на дальнейшую работу, и за то, что оставляете отзывы. Это очень-очень-очень приятно. Поэтому вопрос от Гуреевой Лены тоже у нас получит приз. Две книжечки у нас уйдут тем людям, которые следят за нашей работой, спасибо вам большое. Ну и сертификат тому, кто очень хочет попасть в нашу команду, но сначала надо прийти и посмотреть. Спасибо большое. Мы, наверное, сегодня завершим эфир. Если такой формат был интересен, пишите, мы будем смотреть, думать, что еще показать. Тоже мы открыты, отзывчивы, легки на подъем и очень стараемся для вас. Спасибо. Давайте мы немножечко еще раз напоследок осмотрим помещение, помещение зала выставки Анны Мараевой «Жизнь и вера». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...